13 декабря около 3.30 ночи на Пролетарской произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены три тела жильцов дома. Причину возникновения пламени пока не установлено. Предположительно, это проблема с проводкой. Слышу, вот как детские глаза, женские. Помогите! И бьют сокла. А это, наверное, две девушки, может, мимо они шли. Машина вот здесь остановилась. Пайберет, такси какие. Он потом побежал, взял что-то, наверное, монтировку или что-то. Залез вот на эту машину, из машины водитель. И стал вот это окно крайне бить. Потом я думаю, что делать, 112 позвонил. Я говорю, Пролетарская 104, самосонная. Зимней дым уже сгарю. Тут же милиция приехала. Пожарных МЧС минут 15-20 не было. Потом они приехали, тоже залезли сюда на машину, по лестнице стали одеваться. По словам Веры Черновой, в момент приезда пожарных огонь только начал разрастаться. К счастью, соседние дома не пострадали. При тушении принимали участие 35 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. С учетом увеличения рисков возникновения техногенных пожаров, обусловленных понижением температуры наружного воздуха, на территории нашего региона увеличилось количество пожаров, произошедших по причине недостатка конструкции и изготовления электрооборудования. Трагическими случаями с массовой гибелью людей могут послужить пожары, произошедшие 10 декабря текущего года в Бузулукском районе и 13 декабря 2021 года в городе Оренбурге. К сожалению, в результате указанных пожаров погибло 5 человек. С целью предупреждения пожаров, гибели и травмирования на них людей, Главное управление МЧС России по Оренбургской области очередной раз напоминает оренбуржцам, что к вопросам обеспечения пожарной безопасности необходимо относиться ответственно. По словам сотрудников МЧС, на сегодняшний день в регионе произошло 9492 пожара, при которых погибло 116 человек. Травмы различной степени тяжести получили 18 человек, из них 10 детей. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования.